Всем огромный привет! Девчонки, я сейчас собираюсь делать крэбели. У меня вот есть кефир, который, к сожалению, уже просрочился, но для крэбелей он пойдет. Три яйца, пол банки сметаны, разрыхлитель, соль, сахар. Все, больше мне ничего не нужно. И вот, знаете, девчонки, хотела с вами поговорить или спросить, вот почему так? Вот вчера вышло мое видео, или позавчера вышло мое, видела, как я сделала реснички и перманент или татуажгуб. И вот всегда я заметила, и я думаю, любой блогер, кто снимает видео, меня сейчас поймет, о чем я говорю. Всегда, когда, например, я что-то в себе меняю, самое элементарное, покрасить волосы, я иду красить волосы, я иду постригать свои волосы. И вот, например, я пошла делать брови, губы, ресницы, стрелки, еще там что-то в себе изменить. И когда я вот такие вот делаю видео и показываю, что вот я иду это, как я это потом результат показываю, всегда под этими видео описывается человек 15-20. В основном, у меня аудитория только женская, поэтому это женщины, они все считают, что это не натурально, это не красиво и так далее. И зачем, и почему, и почему-то сразу отписываются, как будто я теперь не человек и так далее. Ну это же полный вред. А на самом деле, каждая женщина хочет выглядеть красиво, хочет выглядеть ухоженно, но кто-то, может быть, боится последствий, кто-то боится боли, у кого-то нет возможности, потому что это не дешевые всякие процедуры, да. Но вот почему-то так, я повторюсь, что я заметила, всегда в этих видео отписываются люди, когда вот я показываю, что я что-то в себе меняю, что-то я делаю, что-то улучшаю, добавляю, прибавляю, убавляю. Всегда отписываются люди, вот 100%. Я когда, каждый блогер хочет, чтобы больше росли подписчики. Но у меня так, если я сделаю такие видео, я 100% знаю, что у меня количество подписчиков упадет, сразу отписываются. В основном любят сопли, слюни, нытье, как у тебя все хреново, вот это вот почему-то любят, на это почему-то подписываются. А когда вот ты вот так вот что-то себе меняешь, тебе хорошо становится, и это неплохо, это все в норму, насчет губ, естественно, это все уйдет, это припухлость, это все уйдет, и цвет станет не таким ярким, это все понятно. Но некоторые почему-то этого не воспринимают, и это ваше право, это ваше право. Но почему сразу только из-за этого люди начинают отписываться, почему-то мне непонятно. И вот те выгод, которые тоже что-то в себе меняют, вот 100% у них такая же есть ситуация, вот просто 100%. Все, тесто готово. Я его поставила на батарею, накрыла фолией, потом полотенце, и будем ждать до самого вечера. Опоздала я маленько с кребелями, поэтому вам показываю уже остатки. А было у меня таких две тарелки, я родителям тоже отвезла, не я, а Рома отвез. В общем, вот такие вот у меня получились. Рыбы были очень пышные, очень вкусные. Если мама похвалила, значит действительно вкусно. А, мама похвалила. Доброе утро, девчонки. Я отработала. И сейчас разложу свою закупку, вам обязательно покажу, и поеду к девчонке, которая мне делала реснички. В общем, я решила, что я их убираю. Я с ними проходила два дня, этого мне хватило. Это не мое, я переросла эти ресницы, и не хочу больше. Можно было бы попробовать другие формы этих вот волосиков, но я не хочу, не хочу экспериментировать. Я хотела ресницы, попробовала. Все, я больше не хочу их. Это не мое. Я с ними ходила, наверное, года три, наверное, пятнадцатый год, шестнадцатый и семнадцатый, наверное, год. Все, потом как-то убрала, и все, больше не делала. А вот сейчас захотела опять. В общем, не проверишь, не поймешь. Губы мои уже намного-намного лучше. Такое ощущение, как будто они начинают шелушиться, их надо постоянно мазать, мазать, мазать. Коррекция на губы у нас будет 22 мая. Вот, показываю, что я вам купила. А так как сегодня она мне реснички мои уберет, Вот, я купила себе новую тушь. Тушь я купила от Эмазан. Она идет вместе с серумом. Потому что ту серум, просто обыкновенная серума, я редко пользуюсь тушью все-таки почаще. И как-то буду пробовать комбинировать. В общем, показываю, что я купила. Сейчас и тушь покажу. Я купила коже. Две упаковки. Две зубные пасты. Фарш купила. Здесь 658 грамм за 5,20. Вторая упаковка фарша 581 грамм за 4,59. Вот такая вот рама. Это для соуса. Так. Кейзы брецели взяла. Вот такую вот еще буду делать добавку к соусу. Грибы у меня тоже, кстати, есть. Девчонки. Кто видел, новая лабелла вышла с эффектом увеличения губ. Мид хуалурон. Ну, кто-то говорит, она вообще никакая. Кто-то говорит, никакого эффекта нет. Ну, я взяла попробовать. 2,59, по-моему, она стоит. Есть еще с розовым оттенком. Попробую. И вот она моя новая тушь Мид серум. Она, я посмотрела, я многие туши смотрела там, смотрела с этими, кисточки какие разные есть. Вот эта мне кисточка понравилась. Такая пышная, большая, вот прям классная. Классная. Вот она мне сегодня их снимет, и я сразу накрашу, посмотрю, как будет. Как будет с этой тушью. А, и вот еще сок взяла. Все. Вот это вот моя закупка. Вот эта вот тушь, по-моему, стоит 12 евро, если я не ошибаюсь. По-моему, 12. Я поехала убирать свои ресницы. Я помню, когда я с ними ходила года три, наверное. Понятное дело, ты когда снимаешь ресницы, то у тебя такое ощущение, как будто ты лысая на глазах. Волосики такие маленькие, реснички маленькие, маленькие, как пенечки такие. А сейчас, понятное дело, у меня будет тот объем, та длина, с которыми я пришла. Потому что я с этими ресницами всего лишь хожу сейчас, сколько, три дня? Вторник сделала. Сюда четверг, сейчас пятница. Поэтому я ничего не потеряю. Тушь я себе купила сейчас хорошую. Домой приедем, ее попробуем. Девчонки, ну вот это вот я. Я, знаете, никогда не была на лицо миленькой. Симпатичная, да. Но есть женщины, девушки, они вот прям вот миленькие-миленькие. У меня не такая внешность, чтобы я могла сказать, что я на внешность миловидная. Нет, у меня такого никогда не было, и такой я никогда не буду. Но когда я ресницы вот эти вот сняла сейчас, девчонки, ну это я и, господи, какая-то, не знаю, мне кажется, такая миленькая сразу стала. Ну это мне тогда, наверное, только кажется. Конечно, я к этому... Завтра я уже буду опять себя видеть как и нормально. Ну Надя и Надя. А сейчас прям, ну вообще. Ну я, я прям. И никто другой. Начинаю красить этой тушью. Девчонки, смотрите, какие. Я торопилась чуть-чуть. Это прям вообще глаз хорошо получился. Мне очень нравится. И длинные такие, кажется. Классно. Этот мне вообще нравится. Этот мне надо маленько подправить. Мы тут с мамой сегодня поменялись. Или когда? Вчера. Я же ей давала кребели. А она мне пирожки давала. Но я тоже забыла вам показать. Но зато я вам покажу свои тюльпанчики. Свои тюльпанчики. Это такие необычные, какой-то необычный сорт. Вот, смотрите. Необычный сорт. Это оранжевые. И вот еще желтенький. Желтенький тюльпанчик. Да, один, к сожалению. Чего бежишь, матрешка? Мы уже одного цека поймали. Да, Сонь? А на днях мы прививку делали, Соньки. Боже мой. Вечером она не с дивана спрыгнуть. Не на диван запрыгнуть. Так у нее это все болело. Она даже не могла писать. Она же как-то приседает. Нет, не могла. Пришлось съедать обезболивающее. Да, Сонь? Дали капли. Три капельки я ей дала вместе с мороженым. Потому что так их никак не дашь. И все, и стало легче сразу вечером. Давай, писи, Сонь. Писать будешь? Сонь, давай, писи. Ну-ка, писи. Ну, писи, моя девочка. Давай, скорее. Ну, Соня. Ну. Все, пойдем туда. Пойдем. Магнолия. Говорила, что магнолия цветет. Или уже отцветает, можно сказать. Можно сказать. Можно сказать так, что уже и отцветает. Уже как два дня погода просто отличная. Так что кто говорил про солнышко, когда выйдет солнышко, Надюха, все наладится, настроение появится или вспомнишь про свой огород. Скоро будет огород, скоро будут цветочки, девчонки. Все правильно. Как только где-то что-то начинает налаживаться, настроение улучшается. Солнышко, погода, губы на месте. Я без ресничков, со своими накрашенными, прекрасно. Брови еще непонятные. Получилось у нас наш, не знаю, эксперимент с рыжим цветом. Посмотрим. Но пока еще ничего не понятно. Еще такие небольшие корочки есть. Все, девчонки, буду с вами прощаться, заканчивать. Всем пока-пока.